Круто, спасибо. Одну из этих идей я обязательно использую в следующем ролике, а может и возьму идею из комментариев к этому. Не знаю, не знаю. Ну а пока мы продолжим предыдущее видео, и сегодня я хочу закончить с перемещением персонажа, а конкретно разобраться с кодом. Сейчас на экране вы видите результат моей работы. Напомню, что эти видео строятся по вашим идеям, оставленным в комментариях. Я беру самые лучшие, реализовываю их и записываю видео. Для начала давайте настроим сцену. Нам нужно поместить на игрока компонент RigidBody2D и во вкладке Constrains поставить галочку Freeze Rotation. Это мы делаем для того, чтобы в случае соприкосновения с уровнем игрок не крутился и не заваливался бы на бок. После этого давайте поместим коллайдер на корневой объект тайлов земли для того, чтобы не создавать множество коллайдеров и просто его растянем. Помимо этого, нужно назначить в Меканин три состояния со следующими именами и назначить соответствующие анимационные клипы. Совет. Если в схеме у вас по умолчанию стоит не то состояние, то можете просто выбрать любое, нажать на него правой кнопкой мыши и нажать в контекстном меню Set as Let Default State. Теперь мы можем приступить к рассмотрению кода. У нас имеются два класса. Keyboard Controller и Player. Объект первого класса просто говорит, что делать игроку в зависимости от ввода с клавиатуры и, как вы понимаете, в дальнейшем мы можем заменить его на ввод сенсора. Или команды могут приходить, например, сервера или ИИ. Объект второго — наш игрок, который имеет конечный набор состояний. Идет, стоит, прыгает. Мы размечаем правила переходов и состояния, и в итоге не получается ситуации, когда персонаж начинает идти в прыжке. Контроллер у нас реализован по паттерну Finite State Machine, поэтому в анимациях мы не прочерчиваем переходы и запускаем их насильно из кода. Если вы взглянете на код, вам захочется создать иерархию состояний, то есть объединить состояние идти и стою под субсостоянием на земле, из которого можно выйти в состояние прыжок. Это вполне очевидно и круто. Но делать я этого не стал, чтобы дальше не увеличивать код для такой простой вещи, как ходьба. В будущем мы, конечно же, этим займемся. Класс Keyboard Controller невероятно простой и разбирать его смысла не вижу, поэтому давайте разберемся с основным кодом в классе Player. Блок переменных содержит следующее определение для публичных членов. Walk Speed и Jump Force, которые объявлены с типом Float. Эти поля нужны для задания скорости прыжка и ходьбы соответственно. А еще у нас есть приватные служебные поля, которые нужны скрипту для работы. Move State – текущее состояние. Оно типа перечисления, которое имеет ограниченный набор значений. Это перечисление объявлено ниже, там всего три значения. Idle, Walk и Jump. Direction – то же самое, только там другое перечисление. Это переменные указывает, в какую сторону сейчас смотрит персонаж. Влево или вправо. Далее идут три поля, которые нужны нам для кэширования ссылок на компоненты Transform, RigidBody и Animator. А после них два поля для плавной остановки. Дело в том, что после того, как мы перестаем получать команды о перемещении, мы ждем некое время для остановки. В данном случае я задал значение в полсекунды. Теперь сразу перейдем в метод Update. В нем два ифа, что делать, если мы в прыжке и что, если мы идем. Тут все просто. Если мы находимся в состоянии прыжок, то просто ждем, пока наша скорость не станет нулевой. Что, скорее всего, будет означать, что персонаж приземлился на землю. Для верности можно указать, что скорость нулевая и мы столкнулись с каким-то объектом. Сразу после того, как мы удостоверились, что приземлились, мы переключаем состояние на idle. Сам прыжок сделан немного в другом месте, к нему мы еще перейдем. Еще у нас есть код, который работает только когда мы идем. Он просто задает ускорение персонажа вправо или влево, в зависимости от направления. Выбор вектора направления происходит с помощью тернарного оператора. А потом мы этот вектор прямо в этом выражении умножаем сначала на скорость ходьбы, а потом еще и на тайм-дельта тайм. В конце убавляем таймер, и если таймер закончился, то переходим в состояние idle. С этим разобрались. Теперь давайте посмотрим, как у нас реализован переход в состояние иду и прыгаю. У нас есть три публичных метода, которые могут вызывать все, кому не лень и быть уверенными в том, что ничего не сломается. Это методы moveLeft, moveRight и jump. Методы ходьбы почти идентичны. Проверяем, что мы сейчас не в прыжке, дальше меняем состояние и меняем направление. Смена направления заключается в том, чтобы изменить состояние и задать скейл по x обратно тому, что сейчас. Дело в том, что если сделать скейл отрицательным, то объект начнет смотреть в другую сторону. После этого мы указываем, что объект остановится через полусекунды, если в течение этого времени не придет, команда продолжит движение, конечно же. И запускаем анимацию вызовом метода play, в который нужно передать именно состояние в механим. Методы moveLeft и moveRight различаются тем, что поворачивают объект в разные стороны. Еще у нас есть метод jump. Он тоже проверяет, не прыгаем ли мы сейчас, чтобы не прыгнуть еще раз уже в воздухе. И в случае, если все окей, то просто даем ускорение вверх. На этом все. Код вы можете скачать по ссылке в описании. А также хочу напомнить, что уже 5 июня стартует поток обучения программированию, который проведу лично я. Подробности тоже по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал, предлагайте идеи для этой игры, и я буду реализовывать их и пояснять их в своих будущих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!